Игле Вроде минувших дней. Старик Старик не слушает, а плачет, на стол склонился головой. В пустом стакане тройка скачет с актеркой в шапочке глухой. Дорога столбики расставя бежит, никем не занята. Но муфточка из горностая мешает целовать в уста. Это было давно. В эпоху фраков и цилиндров, прекрасных дам и блестящих кавалеров, пенящегося французского шампанского и лихих троек с колокольчиком, уносивших своих седоков к знаменитому Яру. Это было в те времена, когда мужчины на коленях умоляли своих дам решить их судьбу. Или благосклонно доверить руку и сердце, или жестоко отказать, подписав тем самым смертный приговор. Когда превыше всего ценились достоинства и честь, а сомневавшиеся в этом могли получить вызов на дуэль. Это было тогда, когда и небо было голубее, и трава зеленее, и женщины прекрасны. Это было совсем недавно, почти сто лет тому назад. КОНЕЦ Поэтесса любви нашего времени, певица радости жизни. Вот, пожалуй, самые точные эпитеты, которыми увенчали ее восхищенные поклонники. Она была самой популярной певицей начала 20 века. Ее гонорары были сравнимы только с гонорарами Шаляпина или заезжих итальянских оперных звезд. Табличка над кассой «Все билеты проданы» вывешивалась спустя день после объявления о ее концертах в любом российском городе. К ней выстраивалась очередь из театральных администраторов, мечтающих решить финансовые проблемы своих предприятий. Ибо любой импрессарио мог поклясться чем угодно, что имя Вяльцева на афишах соберет любой зал и не один раз. Серьезный и строгий академический критик Семен Кругликов, завсегдатый симфонических концертов и обозреватель оперных пример, говорил в искусстве звезды эстрады, что оно, конечно, невелико, но оно и не в силах сдерживаться, улыбался, поднимая глаза к небу. Явление в этом искусстве очаровательное событие. Журналисты соревновались между собой в объяснении причин столь сказочного успеха у публики. Любовь большого города с залитыми светом зданиями, с грохотом трамваев и оркестров, с биржей и дорогими ресторанами. Она изысканно тревожна. Каждое мгновение грозит изменой, обещает и обманывает, держит в вечном, мучительном и приятном страхе. Поэзию такой любви в совершенстве знала Вяльцева. Она умела украшать ее такими движениями, такими дрожащими от страсти звуками, такими беспокоящими намеками, что так наряженная эта любовь кажется большой радостью и глубоким страданием. Мгновенные эти и радость, и страдания. Что из того? Для современного горожанина это удобно. Мгновенные, но ведь неподдельные, настоящие, искренние и бесконечно могут быть повторены. Что еще удобнее? А главное здесь в каждом мгновении особая, томительная радость, наполняющая душу светом электричества и греховным призывным блеском женских глаз. В одно мгновение дается и любовь, и измена, и прощение, и печаль о прошлом, и надежда на будущее. Все пряно, томно, грустно и приятно. Кажется, что жизнь дается только для того, чтобы умереть у ног женщины в необыкновенном платье с необыкновенным шлейфом. Забвение делам, забвение обыкновенному дню, забвение даже и добродетели, всему забвение, и над всем трепещет обольстительный божественный грех. Милосердный Боже, поет душа у почтенного торговца, три магазина у меня, баржа с хлебом, несравненная, возьми. И мечтатели готовы сложить к шлейфу свою будущую славу, свои подвиги и мечты. И складывали. Известен случай, когда во время концерта в Петербурге один из экзальтированных поклонников выхватил у своей дамы из рук веер, приколол к нему закладные на свои дома и швырнул на сцену. А после концерта в Елизаветполе к несравненной из-за кулисы пришла делегация старшин-армян, почтенные, уважаемые граждане, ни слова не говоря, взявшись за руки, бухнулись перед несравненной в ноги. Анастасия Дмитриевна кокетливо смеялась. Вас повстречала на несчастье, на гибель маме угреклась. Ваш страстный взгляд сулил мне счастье, я ласкам вашим отдалась. Со мной что будет, я не знаю, страдания мне лишь сождены. Сама себя не понимаю. Вы, вы полюбить меня должны. На вас молюсь, вас обожаю, вас больше жизни я люблю. При виде вас все забываю, когда со мной вы, я в раю. Вы для меня вверх совершенства, и хоть без сердца созданы, любить ведь вас одно блаженство. Вы, вы полюбить меня должны. И чтоб любви вашей добиться, люблю, чтоб слава услыхать. Готова с адом подружиться, на помощь демона призвать. Вы, гость, но верить трудно, что лишь для зла вы рождены. И пусть то будет безрассудно. Вы полюбить меня должны. Но если вы не в состоянии Любовь свою мне предложить, То хоть имейте сострадание, Скорее правду мне открыть. Я преклонюсь пред вашей волей, Смиренно выслушав отказ, И примирившись с горькой долей. Все ж обожать я буду вас. В 1910-х годах в Париже Появилась новая мода. Вальс с поцелуями. Это был обыкновенный парижский вальс, Но пикантность ему придавала особое правило. Во время танца партнеры Должны были целоваться непременно. Русские газеты негодовали И устраивали опросы общественного мнения, Результаты которых помещали на своих страницах. А у кого же было спрашивать про нововведение, Как не у законодательниц муд, Несравненно Анастасии Дмитриевны. Вальс с поцелуями. Новый модный танец вызвал бурю протестов В Европе и в Америке. Немцы нашли публичный поцелуй безнравственным, Американцы даже опасным в гигиеническом отношении. И там, и там вальс воспрещен. В узкой жизни поцелуй часто заменяет рукопожатие. Люди при встрече лабызаются по два-три раза. Актеры вообще охотники целоваться. Русские романцы пересыпаны поцелуями. Зацелуй меня до смерти, Поцелуй им дай забвенье, Забыты нежные лапзания и прочее, прочее, прочее. Вальс с поцелуями поднял снова вопрос о поцелуях на балах. Конечно, не совсем-то ловко молодым девушкам Публично целоваться с кавалерами на балах. Наша талантливая исполнительница цыганских романцев Является, как можно заключить из ответов на нашу анкету, Горячей защитницей обычая поцелуев. Если говорить о поцелуях на сцене, То целоваться действительно или нет, Всецело зависит от характера и взгляда артистов. Поцелуи же публичные, на балу во время танцев, Как это и было в Париже в вальсе поцелуев. Это не принято и некрасиво. Я лично не стала поцеловаться при таких условиях. А что касается до вреда поцелуев с гигиенической точки зрения, По-моему, это ерунда. Вредить поцелуй не может. Я лично за поцелуй. И уничтожение его, если оно только возможно, Было бы печально. Поцелуй ведь выражает дружбу, братство, любовь. О том, что поцелуй есть выражение только чувственности, Могут говорить лишь циники и зависть, люди уже свое отжившие. Вспомните, ведь поцелуй освящен столетиями. Как говорится, ни отнять, ни прибавить. А вот еще один вечный животрепещущий вопрос. Необходима ли артистке красота? И в этом случае на вопрос анкеты петербургской газеты Одно из первых ответило несравненно. Мне кажется, первое, что приезжает в публику в артистке, Это внешность. Разве вы не согласны с этим? Я согласна, что и дурнушки могут пользоваться успехом на сцене. Но в каждой такой дурнушке найдется что-нибудь красивое. Если некрасивое лицо, фигура интересная. Даже Сара Бернард, про которую принято думать, Что она побеждает толпу исключительно силой своего огромного таланта, Даже она обладает известными положительными качествами в смысле внешности. Все же у нее красивая фигура, Глаза, которые светятся у нее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девчонки 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 Продолжение следует...